Сегодня правительство Казахстана приняло антикризисный план. Задачи по поддержанию экономики рассчитаны на три года. Но чиновники понимают, что их решение может занять порядка десяти лет. Программа нацелена на привлечение инвестиций, экономию бюджета и оздоровление банковского сектора. Впрочем, это не означает, что рядовые казахстанцы останутся без поддержки. Илья Рыбин расскажет, кому поможет государство и как будут жить остальные казахстанцы. Новая антикризисная программа, презентованная правительству министром нацэкономики, внушила объемом своих задач и запланированными мероприятиями. Это стабилизация финансового сектора, оптимизация бюджетной политики, приватизация и стимулирование экономической конкуренции, основы новой инвестиционной и социальной политики. Главная задача для Нацбанка и правительства – снизить уровень инфляции до 6-8% к 2017 году, и 3-4% к 2020 году. Особые надежды возлагают на повышение доходности пенсионных накоплений. ЕНПФ будет передан в ведение правительства, а уже в рамках Совета по управлению национальным фондом, куда с 1 января следующего года переданы полномочия, а также по управлению активами ЕНПФ. То есть мы совместим и, наверное, выработаем единую стратегию вместе с Национальным банком и правительством, куда мы будем инвестировать средства национального, то есть единого накопительного пенсионного фонда. Под особым контролем главного финансового института страны теперь и забота о казахстанских банках. В правительстве размышляют о том, как повысить их конкурентноспособность в условиях ВТО и ЕС. В очередной раз поговорили и о дедоларизации экономики. При измерении и указании цен на все виды активов в стране должно осуществляться только в национальной валюте. Реализация подобных инициатив возможна только при активном и тесном сотрудничестве Национального банка и правительства. Новая политика включает в себя контроль за сохранностью рабочих мест квалифицированных работников. Тунеяство нынче будет не в моде, а потому безработных намерены отправлять на профобучение и содействовать их трудоустройству. В 2016 году будут предусмотрены повышения государственных социальных пособий по инвалидности, по утере кормильца, солидарные пенсии, а также дифференцированные повышения заработной платы гражданских служащих в рамках внедрения новой системы оплаты труда. В правительстве уже продумывают план действий на случай очередного падения цен на нефть. В случае дальнейшего снижения цен, конечно же, это будет влиять на экономику и нефтяных предприятий, и сервисных предприятий, ну и в целом на экономику Казахстана. Поэтому мы эти сценарии рассматривали. Для этого сегодня принят как раз и антикризисный план. Поэтому в случае снижения у нас есть варианты. Антикризисный план рассчитан на 10 лет, потому как задачи глобальные и решить их быстро не получится. Впрочем, предстоящие годы уже назвали особым периодом, который проверит на прочность не только простых граждан, но и правительства. Илья Рыбин, Бауржан Нарымбетов, Информбюро, Астана.